Добрый день дорогие мои друзья! Чтобы закончить тему фигурки с выступом живота буквально несколько слов хочется рассказать вам про юбочку. Итак, вы видите перед собой чертеж, стандартный чертеж классической юбочки обычной, но у вашей фигурки выступ живота. Поэтому вы должны понимать, что сумму всех выточек, вот если в обычном примере вы делите эти, вы находите сначала сумму всех, всех она у вас равна, но у фигурки с выступом живота разница между талией и бедрами обычно бывает маленькая. То есть если мы классический вариант берем 12 сантиметров, то сейчас возьмем, ну скажем, 8 сантиметров, да. Обычно боковая выточка у нас считается как 8 разделить на 2 получится 4 и вот здесь по 2 сантиметра. Передняя выточка 1 треть это остатка, то есть 4 надо разделить на 3 это получится скажем 1 сантиметр и задняя выточка это от 4 отнять 1 получится 3 сантиметра. Так вот посмотрите, это как бы стандартный расчет вот такой вот, вот таких вот выточек на, для фигурки. Но у нас выступ живота и поэтому вот эта передняя выточка, она просто фактически становится ненужной. Почему? Потому что любая выточка, она создает выпуклость вот здесь, внизу. Но когда у нас есть выступ живота, тогда животик чаще всего представляет из себя цилиндр, сплошную стену, которая продолжается от желудка и далее и вниз, ниже талии распространяется. И никаких вот таких вот выпуклостей в этом месте там просто не читается. Этот животик иногда заходит за боковые вот эти вот наши даже вот за бок, за бок. То есть вот эта выточка тоже уменьшается. И поэтому я рекомендую вам поступать следующим образом. Значит при расчете выточек вот таких, да, можно один сантиметр оставить и перевести его в посадку. Если один сантиметр вот здесь, на этом месте, можно просто припосадить на этом месте, да. Если у вас больше чем один сантиметр получается расчет, то я бы сделала таким образом. Оставляла один сантиметр, допустим, как вот здесь вот. Допустим, я бы здесь сделала ноль. Так, можно было бы сделать ноль. Можно было бы посмотреть на бок. Если у нас вот таких фигурок часто выступают ягодички. Как перераспределить выточки? Посмотрите на бок. Если сбоку у вас нет вот этой вот рельефной линии, вот этой выпуклой линии бедра, грушевидной такой формы, тогда можно спокойно уменьшить боковую выточку. И посмотрите сбоку на фигурку. Если сбоку есть выступ ягодичек, тогда вы увеличиваете заднюю выточку. Как правило, вот у таких фигурок бывает выступ ягодичек. И просится увеличить вот эта задняя выточка. То есть этот сантиметр я добавила бы сюда, оставила бы 4. Но 4 сантиметра боковая выточка, это тоже не очень большая. Можно ее оставить. То есть чаще всего получилась бы у меня вот такая вот картинка. Можно было бы сделать, вообще не делать никакой выточки. Так? Сделала бы вот так я, вот так. И дальше, соответственно, по тому, какую силуэтную линию вы выберете. И я увеличила вот эту выточку чуть-чуть. Чуть-чуть. Увеличиваем заднюю выточку. И получается наша выкройка будет выглядеть вот таким вот образом. Ну и дальше все по-прежнему, как и было у нас. То есть мы убираем вот эту выточку, совсем убираем выточку, если у нас и увеличиваем, либо боковую, либо увеличиваем выточку заднюю. Выбираем, что увеличить за счет уменьшения передней выточки, боковую или заднюю, глядя на нашу фигурку. Все, мои хорошие. Вот это то небольшое дополнение, которое хотелось мне добавить на фигурку, если у нее есть выступ живота и если вы ей шьете юбку. До новых встреч! Всегда ваша Галина Коломейко. Субтитры сделал DimaTorzok